Друзья, всем привет! Мы снова в станице Иссентукской. Есть здесь что показать, и сегодня наш выпуск посвящен старшему поколению. Мы приехали в Центр социального обслуживания Придгорного округа. Почему? Потому что во многом это передовое место в работе с нашими бабушками и дедушками. Вот что вас ждет в нашем выпуске. Научимся готовить тыкву. Вот в каком вот состоянии? Очень интересно. Ухаживать за тяжелобольными. Через несколько минут узнаем все, чего я сам о себе не знал. И мыслить оптимистично. Я счастлива! Ухаживать за гражданами. У having вам bon equivalent! У-ху-ху! У-ху! 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 Итак, коротко и для понимания. Этот центр – база для запуска множества пилотных проектов в сфере социального обслуживания. 28 лет работы, сотни инноваций. Например, здесь первыми в регионе ушли от бумажной волокиты и автоматизировали процесс получения помощи. Сегодня этот опыт внедрен в 29 субъектах страны. Но это только начало. Итак, друзья, начнем экскурсию в уникальном центре соцобслуживания. Об его уникальности спросим у замдиректора Милены Мартиросовой. Милена, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы уже, в принципе, знаем, что место, в котором мы сегодня снимаем выпуске неместный, во многом передовое. Так в чем же? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, центр – один из крупнейших в Савропольском крае. Насчитывает 32 структурных подразделения. И с 2019 года мы стали пилотной площадкой по внедрению системы долговременного ухода. Милена Мартиросова – заместитель директора Центра соцобслуживания. Более 18 тысяч граждан ежегодно обслуживаем. И более 3 тысяч граждан на сегодняшний день уже охвачены системой долговременного ухода. То есть мы сумели за эти три года, с 2019 года, поменять философию социальной работы. И сейчас, на сегодняшний день, человек находится в этой системе. И адресно ему оказывается всесторонняя помощь. Философия проста. Человек и его проблемы на первом месте. И в структуре этого центра, а он простирается далеко за пределы стен этого здания, эта мысль подкрепляется делом. Сегодня мы в этом не раз убедимся. Вот сейчас, к примеру, посетим урок уникального специалиста, одного из двух в нашем крае экспертов в обращении с лежачими больными. Галина Вихрова. Тренер школы ухода. Галина Николаевна, вот условно для наших телезрителей молодого возраста именно эта манипуляция чем пригодится в будущем? Не дай бог, конечно, но в чем польза именно этого навыка? Дело в том, что поворот на бок от себя и на себя, он встречается практически во всех манипуляциях. Надо человека посадить на край кровати, мы сначала его поворачиваем на бок. Надо поменять подгузник, мы его поворачиваем на бок. Надо поменять постель, мы поворачиваем на бок. То есть в очень многих моментах это первая манипуляция, которую должен освоить. Тоже попробую эту манипуляцию совершить. Если не изменяет память, то приступим. Сначала поворачиваем голову, следом складываем руки. И та рука, на чью сторону поворачиваем, должна быть выше, правильно? Да, совершенно верно. Следом. Нет, вот эту ногу. Вот эту ногу? Да, которая пойдет на вас. Аккуратненько. Аккуратненько. Вот себя. Вот так, да. Поднимаем. Да. Потом. Далее. Вот отсюда, да, левой рукой? Да. Правильно я понимаю? Да, вот, правильно. Все делаем открытой ладонью. И одним движением делаем поворот. Друзья, навык, которым обладают соцработники, и который, не дай бог, но и вам может пригодиться впоследствии, когда родители, бабушки или дедушки будут нуждаться в вашей помощи. В программе «Я не местный». И, конечно, важнейшая задача социальных работников – надомное обслуживание. Десятки тысяч земляков преклонного возраста самостоятельно не могут выполнить даже простейшие бытовые задачи. Как пример, хозяйка квартиры, пригласившая нас в гости. Ее зовут Раиса Николаевна, ей 91 год, и практически каждый день ей на помощь приходит Валентина. Хочется, конечно, каждому нашему получателю уделить максимальное внимание, заботу, понимание. То есть, вот, пришел я за ручку, подержал, и все хорошо, и мне хорошо, да, и Раиса Николаевна комфортно. Потому что мы все такими будем, понимаете. А они, как, скажем, малые дети, нуждаются в помощи, поддержке, заботе. Вот, каждодневный труд. Раиса Николаевна, ну, один вопрос вам. Валя, кто? Дочь, подруга или кто вообще? Самый близкий родственник. Самый близкий родственник, да. В любую минуту придет на помощь. Все, что надо, сделает. И особенно пожалеет. Да, слез, потом плакать хочет. Но мы плакать не будем, друзья, а будем радоваться тому, что у пенсионеров предгорного округа есть такие друзья и такой крутой центр соцобслуживания. Для многих он стал местом новых открытий. Да-да, и в почетном возрасте не поздно узнавать что-то новое о себе. История Валерия Евгеньевича нам в подтверждение. Я случайно, я сейчас очень затрудняюсь сказать, как я познакомился с этим центром. По-моему, ко мне пришли через социального работника, познакомились, они пришли ко мне, и я начал к ним ходить. Вы не представляете, мне 76 лет, я еще такой доброты, таких людей не видел, понимаете? Я вам серьезно говорю, мне тянет сюда, тянет меня. Я рисую, я играю, я пишу стихи, я уже третью книгу издаю. И если бы я этим не занимался, или еще сюда в них ходил бы я, я тогда не знаю, зачем жить, понимаете? Я сильна, я молода, я богата, я счастлива. Вверх ручки поднимаем, ладошка к ладошке. Заряд положительной биоэнергии, вытяжение позвоночника, упражнение из йоги, бабочка, вдох, через стороны, ладошка с ладошкой встречаются за спиной, ладошка к ладошке соединяется, выдох. И заключительный, вверх, подушечка с подушечками, вдох, и через стороны, на выдохе, достаточно. Ну а какой центр соцобслуживания без занятий в Академии здоровья? Присоединяйтесь и вы, дорогие зрители. Да, друзья, вот так вот в середине нашей программы небольшая физкульт-минутка по методике одного известного нашим телезрителям, человека Василия Скакуна, наполнились энергией позитивного мышления и готовы работать дальше. Пойдемте. Ну и, конечно же, время пообедать. И сегодня обедаем с пользой для здоровья. Ольга Викторовна все секреты полезного питания нам расскажет. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Что будем делать? Присаживайтесь. Сегодня у нас на нашем кулинарном занятии у нас школа здорового питания. Мы сегодня будем готовить тыквенный суп. Ольга Глушенко, руководитель серебряного отряда Центра соцобслуживания населения. Дело в том, что тыква – это такой дар природы, в котором есть все микроэлементы практически, которые необходимы для организма. И магний, и кальций, и калий, и фосфор, и цинк. И еще группа витаминов – А, С, Б. Поэтому, если вы хотите похудеть, кушайте тыкву, потому что она малокалорийная. Если вы хотите, чтобы у вас хорошее было давление, употребляйте как можно больше тыквы. Тыкву можно жарить, тыкву можно парить, тыкву можно запекать. И тыквой можно просто наслаждаться. Особенно в эту осеннюю погоду, когда пасмурный дождик. Видите, друзья, как быстро. Действительно, 2 секунды, и суп готов. Но это ведь телевизионная кухня, поэтому настолько быстро и получилось. Ну что, время дегустации трудов наших. Сметанки. Необходимо? Да. Хорошо, добавляем сметану, и моя любимая часть программы «Я не местный». Дегустация готового блюда. Ведь так много полезных у него свойств. А вот что насчет вкусовых, сейчас вам и скажу. Ммм, правда. Тыкву не очень люблю, но вот в таком вот состоянии очень интересно. А главное, полезно. Приятного аппетита, кстати. Друзья, вы вряд ли могли даже предположить, да и я тоже, что в Центре социального обслуживания населения есть своя мастерская по ремонту обуви. И не просто ремонту, а пошиву. Артур Марсович, так зачем же здесь ремонтная мастерская по обуви? Ну, для того, чтобы, во-первых, люди обслуживают. Со всего района привозят обувь, привезли, отремонтировали, им отвезли. Для взрослых людей это очень удобно. Не надо ездить, не надо идти, в любую погоду тем более. Привезли, сделали, отвезли обратно. Артур Мартиросов, обувщик по ремонту обуви. Ну, вот так же мы шьем вот такие тапочки. Это вообще, друзья, меня подвергло просто в шок, посмотрите. На помощь людям. Я бы тоже хотел поучаствовать, Артур Марсович. Научите меня основам мастерства, с чего вообще начинается пара тапочек. Вот, начинается с того, что мы обрисовываем модель. Просто карандашком. Обычно карандашом. Артур Марсович, а сколько лет вы занимаетесь обувью? Иначе говоря, сколько лет вы уже сапожник? Я с 16 лет. С 16? Да. 42 года. 42 года. Всегда задаю очень простой вопрос, и на него на самом деле получаю самые разные ответы. А в чем ваш кайф? Знаете, ну, если работа доставляет удовольствие, вот это самое главное. Ну, наверное, обману бывает иногда, что вот надоело вроде бы. Положил, постоял минуту. Нет. Помогать людям тоже удовольствие. Вот когда тебе человек говорит спасибо, ну, значит, не зря ты живешь, не зря что-то делаешь. Ну, мне так кажется. Принимайте работу. Отлично. Юного подобного. Отлично. Отлично. Друзья, для первого раза кому-то тапочки 39-40 размера чуть позже придутся по вкусу. Здесь напишу от себя, скидан на одной. Нет, давайте ручкой, и это я оставлю. Хорошо. Когда будет следующая съемка, я это аккуратно достану, и мы начнем делать что-то другое. Будем прогрессировать. Естественно. На своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова